Привет, очередной! Это компания X-Motor, меня зовут Виталий. Сегодня мы решили сделать свой, ну, постараемся подробный обзор снегохода Self-Norog, однолыжный снегоход. Конечно же классическая и достаточно популярная у нас на севере концепция. Везутовно пользуется спросом, я думаю, что и не только отблагодаря своей технической концепции, удобства передвижения по многокалечию в лесу и так далее, но и, конечно, растемнеет. Один из бюджетических снегоходов на сегодняшний день. Причем, полноценный мощный снегоход, но он находится в бюджетном ценовом сегменте. На сегодняшний день Self-Norog стоит в базовой комплектации 279 тысяч. Вот такой красавчик, максимальной комплектации стоит 319 тысяч. Эксклюзивно представлен в нашем северном цене подсмотр, но подробнее позже вам расскажем. Давайте посмотрим, собственно, на базовую комплектацию Self-Norog. Она и технически, и комплектация, и доработана значительно, превосходит Buran классический. Ну, Buran, как бы, ему низкий поклон. Он уже сколько лет держал марку, да, но он был один, собственно, поэтому и держал марку. Ну и, как бы, плюс или минус, он 1976 года, насколько мне помнится, особо-то не менялся. А нет, сейчас они сделали изменения дизайна, наконец-то наняли, видимо, на аутсорсе дизайнера за 500 дней. Ну, прикольно. На самом деле он прикольно получился, как бы, с виду, но давайте сравним все-таки технически. Что мы видим на морозе? Мороз, рама, можно сказать, что Buran. Но Self-Norog подошел здесь с учетом потребностей потребителя и все-таки открыл боковые части, что позволяет, во-первых, снегу заходить, а во-вторых, намного легче оттуда вычищать снег. Это все, кто ездил на Buran, на классических, все знают эту проблему, прям реальная проблему, особенно, когда ты едешь в теплую погоду, когда снег, перемешанный с водой, когда мороз, это все обледеняет, там и снегоход просто перестает двигаться. В данном случае, конечно, эта проблема решена, в большей степени решена. Ну, то есть, во-первых, снегоход самостоятельно отсюда будет из нас, во-вторых, намного легче чистить. Остальные компоненты абсолютно Buran. Штатная обученица абсолютно идентична Buran. 16,5 мм гусеницы. Можно, кстати, установить сюда гусеницу величины, грунта зацепа, называется полярник, 24,5 мм, грунта зацеп. Встает вообще легко, как бы для данных снегоходов вполне доступно. Снегоход по раме абсолютно идентичный. Здесь уже в базовой комплектации, вы видите, есть бампер, поэтому дополнительная, как дополнительную опцию бампер здесь устанавливать, нет никакой необходимости. Штатная лыжа, алиссора и так далее, все такое же, как на Buran. Абсолютно одинаковые детали, где мы заменяем. Что по поводу изменений? Вот, кто сделал, сделал такие достаточно патичные накладки, пластиковые. Они, замечу, не злые, то есть, они берегут вашу область, особенно тот, кто ездит на мягкой пене там и так далее, то есть теплый область. Он ее бережет, но и при этом как бы удается возможность легко сидеть за рулем снегоходом. Сидение более эргономичное, особенно для пассажира сзади, как и для пассажира сзади, есть уже в штатном публикации спинка. Что немаловажно, мне очень нравится, стоп-сигнал они реализовали здесь, то есть вы его уже не собьете ни веткой, и таким образом его не повредитесь. В данной публикации уже, уже с завода реализован подогрев в двух положениях. Подогрев только газа. Как вы можете заметить, здесь намного более симпатичный, эргономичный. Роль блоки управления аналогичный, как используется на DRP, то есть со всеми функционалами включаются переключение движения, дальнего света, электрозапуск, ручной запуск и так далее. Зажигание можно завести как отсюда, так и кнопкой старт, возможность ручного подсоса бензина, ну и включение топливного корректора. Техническая заминка. Сейчас продолжим. Ну, продолжаем. Подадите сюда поближе. Коробка аналогичная, как на буране, средняя, нейтральная, задняя скорость. Но вот на примере этого открытого брона можно поставить на чинку, с чего он состоит. Сюда подойдите, здесь будет удобнее. Бак аналогичный. Единственное, что они реализовали более удобную топливную систему. Она позволяет легко поменять топливный насос. И еще электросема не разъединить. И поставить на новый топливный фильтр. Выхлопная система, как вы видите, выведена в год. То есть у бурана весь выхлоп идет либо в водители, либо в пассажиров, которые встанят, если там есть пассажиры. Самый случай, конечно, такой проблемы не будет, если есть пассажиры, то есть в левую сторону. Вариатор здесь реализуем двигатель, как на стелс витинге. Аналогичный вариатор стелс использует на стелс витинге, что позволяет, собственно, в детали быть максимально взаимозаменяемыми. Вариатор намного больше нагрузки выдерживает, чем вариатор сафари. Но как бы это и нужно предполагать, потому что здесь двигатель в два раза мощнее. Двигатели здесь стелс витинге, которые уже проверены годами. Они использовали их изначально на стелс витингах. Этот же двигатель ставится на стелс витинге. Этот же двигатель сейчас ставится на морозе. Очень надежный движок с большим ресурсом. Стелс дает гарантию в целом на шнегаход два года. Данных двигателей были потенциал выхода из строя только по причине выхода из строя системы рассеянной смазки. Здесь, конечно, что я сделал правильно. Он здесь не используется раздельной смазки. Здесь масло должно мешать самостоятельно. И в данном случае двигатель будет практически вечный. Но я... У нас в сервисном центре я не видел еще капитальных ремонтов данных двигателей по причине естественного износа. У нас сейчас в сервисе обслуживаются машины с полегом 16000, 13000, 14000. При этом, ну, их компрессия, конечно, упала от заводской, но она находится в пределах допущенных нормативов. И, я так понимаю, что тысяч до 20, без замены скалечек на этом двигателе можно спокойно передвигаться. Это, кстати, намного больше, чем у ряда брендов, которые сами... ...это нормальная ситуация, что нужно иметь в прошлом году. Да, вы видите ли, конечно, проверенный движок, надежный движок. Коробка здесь спрятана корпус коробки Буран с этой стороны Ран. Но при этом в коробке полностью переделаны шестеренки, в коробке установлена японская цепь. Стелс обещает, что мы с этой цепью не будем заморачиваться вообще. Ну, хочу заметить, что у нас есть негоходы, которые были вкладаны в прошлом году. Люди на них проехали порядка 3000-4000, по крайней мере, в нашем сервисе их видел. И с коробками замечаемые нет. Мы приезжаем на ТО, на техническое отсутствие. Конечно, по каткам, иногда подникают вопросы, какие внутри больших нагрузках там ездят, с жесткой поверхностью и так далее. Но с коробками пока еще никто не обращался. В связи с тем, что расположение коробки двигателя и вариатора иное, чем у Бурана, здесь полностью изменена и заново обратена рулевая система. Достаточно комфортная рулевая система. Легко поворачивается как влево, так и вправо. То есть нет какого-либо там, не знаю, загиба, у которого, как у Бурана, там у него постоянно, по-моему, наступом неизвестно ведет там вправо. В данный стеговход есть легкий доступ к карбюраторам. Ну, в случае необходимости, например, который навряд ли у вас наступит. Это все-таки не К-65J карбюратор. Два японских карбюратора Микуни. Вот здесь они расположены. Вечные карбюраторы. Работает отменно. Если кто-то заметил, если кто-то ездил на артикетах, в Буркетах 570-х, он увидел в данном двигателе, наверное, тот же самый движок. Ну, по факту, ни для кого не секрет, что эти двигатели идентичны абсолютно тем, которые используют артикет Буркет. Ну, в частности, стоят они на артикете, в Буркете 570. Конечно же, для всех промышленников очень важно максимальное место. Можно посмотреть и увидеть, что здесь практически все можно использовать для полезной загрузки, каких-то растутых материалов, не знаю, грузинь, масло. Можно реализовать дополнительный топливный бак. Панель управления простейшая. Ломаться тут практически нечему. Конечно же, реализована ЧК аварийной остановки, как это на следующем же ходе на сегодняшний день. Из этого необходимо. Летровое стекло очень мягкое. Но, я бы, знаете, здесь, если бы я добавил, наверное, летровое стекло немножко больше из вида. То есть, все-таки, оно не полностью закрывает крючки, руля, клиент. Ну, я думаю, что все скоро в будущем в один момент учтет. Либо выпустить на в качестве опции широкое стекло, либо в новой сериях это реализует. Но, по крайней мере, сейчас можно использовать мокти, которые одеваются на ручки и в кедре передвигают. Пойдем сюда. Данный снегоход имеет ключок удобный для заправки бензина. То есть, для этого нет необходимости снимать передний капот. Ну, и что касаемо технических параметров. Давайте сравним. Ну, чем его еще сравнивать, понятно, да, там, не с Ермаком же. Ермак, все-таки, это тоже однолыжный снегоходный. Это такой более современный снегоходный. Телескопические подвески. Масса у него в степени регулировки и так далее. Но он все-таки больше. Он чуть тяжелее, чем данная модель. Поэтому эта модель, конечно, логичнее всего сравнивать с Вуран. В случае с Вуран Лидер. Итак, вот что мы имеем в сравнении. Вуран Лидер стоит у нас в регионе 295 тысяч. В Телесморозе стоит 279 тысяч. В Уран Лидер идет, как правило, в базовой комплектации. Например, у него нет подогрева ручек и курса газ. В Телесморозе это уже реализовано в базовой комплектации. Здесь уже есть ручной плюс электростартер. И это не является опцией. Причем, аккумулятор реализован так, что можно сюда 3 статку поставить аккумулятор. Либо рядом 2 аккумулятора поставить. То есть под это есть место. Но штатный аккумулятор 2 статка стоит. Дельта очень хороший, серьезный, качественный аккумулятор. У Урана на сегодняшний день ставится все тот же классический 640-й движок. Мороз. Установлен двигатель от стелсвитинга. Ну, давайте приоткроем немного тайну. Наверное, вот я тоже с этим согласен абсолютно, что это полностью, может быть даже не клоун, а тот же самый двигатель, который использует в своих дляходах артиксетов. Это двигатель от стелсвитинга. Очень надежный двигатель. Который в базовой стелсвитинга выдает 49 лошадок. Причем, я уверен, что 49 это каким-то образом занижено. Потому что точно этот же двигатель, битингов, выдает 54 лошадки. Это заявлено производителем. А здесь точно такой же двигатель. Но это и так, в любом случае, почти в 2 раза больше, чем в Уране. Буран не видит. Здесь установлен вариатор ГК. Вариатор, который выдерживает намного больше нагрузки, чем вариатор Сафари. Здесь установлена коробка, которая адаптирована под данные возможности, под данные мощности. И она, соответственно, выдерживает намного больше нагрузки. Кстати, эту коробку, некоторые у нас даже приобретают, ставят на Буран. Потому что здесь нет проблем с растяжением цепи. Нет необходимости ставить двухрядные, трехрядные цепи и так далее. По техническим параметрам, буксируемый груз на морозе допустимых завода допустимых 500 килограмм в Саня и порядка 250-300 килограмм на сам снегоход. В Гуране 2 раза меньше. И до того, что мы имеем, мы имеем намного более богаче комплектацию. Технически двое мощнее снегоход, а в Денегиах дешевле. Ну вот вам как бы и ответ, почему в этом году никто не покупает Гуран. Что касаемо Мороза, на сегодняшний день это одна из самых бюджетных линеек и самых последуемых у нас в регионе. Сейчас Селс уже как бы успел, конечно, учесть ошибки в первой партии. Там были проблемы с коробкой. Коробку они все-таки изобретали заново, самостоятельно. Поэтому в первой партии были проблемы. Сейчас их уже устранили. Сейчас они уже там реализовали, насколько мне известно, японские подшипники. Доработали шестерни, то есть коробка работает как надо. Волевое управление работает как надо. Вся остальная ходовая часть Гурана. Конечно, есть проблемы с заднего входа. Как вы знаете, у Гурана его практически нет. Но это, кстати, отчасти мешает установкой лыжи. Более широкая с величным углом атаки для заднего входа. Но это мы вам расскажем чуть-чуть на примере проблемного компенсации. Ну, собственно, это все, если говорить недолго. Всем респект, пока!